Всем доброе время суток. Канал Деревню. Ваш покорный слуга Дмитрий. Сегодня я хотел рассказать немножко о нашем курятнике. Как он устроен изнутри. Курочки у нас содержатся в клетке двухъярусной, которая сделана таким гибридом. Каркас у неё это брус 50 на 50, сетка 25 на 25 на полу, а крыша и стенки выполнены из сетки 25 на 50. Диаметр прутка 2 миллиметра. Оцинкованная сварная сетка всё того же Солнечногорского завода. В качестве кормушки используется всё та же знаменитая трубка ПВХ 110 миллиметров, которая поворачивается и висит на нейлоновых стяжках. Дверки здесь открываются, чтобы можно было обслуживать кур. С двух сторон причем это сделано. С той и с другой стороны. Поение осуществляется с помощью ниппельных паилок. Сейчас я покажу, свет включу. Вот такие вот ниппельные паилки с микрочашечками, которые можно приобрести на Алиэкспрессе. И квадратная трубка. С квадратной трубкой сложнее, но тоже решаемо. Если не получают её добыть, говорят, заменяют просто водопроводной металлопластиковой трубой, купленной в строительном магазине. Помёт у верхнего яруса падает сюда собирается, здесь выгребая его периодически. Нижний ярус ходит прямо на пол, скажем так. Это тоже убирается. Паение осуществляется с помощью вот этой канистры. 20 литров шланг. Фильтруется. Обыкновенный жигулевский фильтр за 25 рублей тройничок, через который разветвляется на верхний и нижний этаж подается вода. 20 литровой канистры им хватает вот тому количеству кур, которое здесь заселено примерно на двое суток. Каждый этаж позволяет 10-12 курочек содержать. Сейчас у нас немножко они просторно живут, там по 6 курочек находится. С наступлением тепла я их переведу на улицу, а их место займут промышленные несушки, которые сейчас подрастают в брудере. Здесь стоят у нас два брудера. Один и второй. Имеется запас воды, бочка 220 литров. Стоит заметить, что здесь у нас всегда поддерживается постоянная температура с помощью вот этого потолочного нагревателя, который совмещен с терморегулятором. Здесь у меня стоит терморегулятор, задается температура и он ее поддерживает. Обязательно использовать их в паре, потому что, во-первых, процесс автоматизируется сразу, держится просто автоматом заданной температурой, во-вторых, он существенно экономит электроэнергию. До 30 процентов позволяет сэкономить терморегулятор. Вентиляция здесь, скажем так, пассивная, за счет неплотности самого строения и плюс имеется вот такая труба там заросшая, надо будет почистить 110-я тоже сантехническая, через которую осуществляется пассивная вентиляция. Сам, значит, птичник представляет из себя такой каркасник, обшитый снаружи обзорной доской, а изнутри вагонкой. Бэушная вагонка досталась мне от второго дома разобранного. Он утеплен, как слоеный пирог идет там картон, потом минвата плитами и между вагонкой и минватой забиты опилки. Светорегуляция осуществляется с помощью розетки с таймером. Я задаю интервал, в который включается и выключается свет. И за счет этого и терморегулятора наличия здесь обогрева поддерживает постоянную температуру и световой режим. Куры у нас несутся практически круглый год. Помещение здесь небольшое. Это примерно 3 на 3 метра по осям. Ну, если с учетом толщины стен, то и, наверное, того меньше. Высота потолков примерно 2,50. Освещение, естественно, у нас проникает только через это окошко. Все остальное время у нас горит сберегающая лампочка, которая включается по команде от розетки таймера. Вот примерно так все это у нас выглядит. Надеюсь, кому-то было интересно. Спасибо за внимание. До новых встреч.